Всем привет! Всех-всех очень-очень рада видеть себя на канале, кто меня смотрит. Спасибо большое, огромное за поддержку, передаю вам пламенный привет. И хочу рассказать о такой интересной-интересной теме, почему здесь на Филиппинах я живу уже... Скоро будет три месяца. В общем, и поделиться, почему здесь на Филиппинах я выбираю всегда рынок, но не выбираю торговый центр. С чем это связано, почему Беларуси было противоположно, почему в Беларуси я выбирала всегда супермаркет, но очень-очень редко рынок. И когда я выбирала рынок. В общем, я хочу этим делиться и поделиться, и рассказать. И, знаете, это очень круто. Когда я первый раз пришла на рынок здесь, на Филиппинах, я ходила на рынок Коган, называется. В общем, когда впервые я пришла на рынок, мы хотели посмотреть тоже стоимость товаров и посмотреть вообще объем рынка. Он очень огромный в Когане. Если кто-то был, знает, смотрит меня, потому что я знаю, что многие подписаны здесь недалеко живут. Вот. И живут Когаян Долоро. И я хотела рассказать о том, что впечатления свои, это когда мы пришли, это первое, что мы тоже ознакомились с ценами на товары. И я была просто удивлена, какая стоимость, она просто настолько отличается от стоимости, которая в магазине, на 2-3 раза. Потому что в магазинах стоимость, например, за 500 грамм, например, 50 песо, то на рынке можно за 20 песо это купить за килограмм. Это огромная-огромная разница. И еще говоря то, что, возможно, это район такой, что стоимость дороже в супермаркетах. В разных супермаркетах разная стоимость на продукты. Это уже как повезет, но у нас вот как действительно так и есть. Очень дорого в супермаркетах, поэтому я очень удивилась, что здесь, на Филиппинах, на рынке, можно приобрести такой товар на 3 раза дешевле. И это, конечно, экономно получается, и не нужно переплачивать. И еще тем более более свежий продукт. Что мне нравится еще на рынке, это когда ты приходишь, покупаешь товар, и люди, которые тебя обслуживают, они обслуживают с хорошим сердцем, с улыбкой на лице. Это очень приятно. И ты выходишь после рынка с покупкой, в хорошем настроении, позитивно. Вот, это очень-очень приятно. Почему вообще в Беларуси я очень-очень редко ходила на рынок? Это просто потому, что первая стоимость товаров бывает дороже на рынке, чем в супермаркете. Поэтому было очень выгодно рядом с домом зайти в супермаркет. Не нужно ехать на рынок. И можно даже что-то по акции купить, что-то со скидкой. И качество отличное в магазине. Мне вообще очень нравилось магазин. То, что ты сам можешь выбрать этот товар, потрогать тоже руками. Никто не будет говорить, что типа нельзя трогать, либо еще что-то. Они могут в Беларуси, например, на некоторых рынках, они сами накладывают товар, ложат. Ты только говоришь, что тебе именно нужно. Нету каких-то плохих эмоций после посещения. Потому что в Беларуси, например, тоже, если ты пойдешь на рынок, то ты можешь испортить себе настроение. Продавец может испортить себе настроение плохим взглядом, либо какими-то плохими словами, эмоциями. Да, такое действительно бывает. Здесь, на Филиппинах, я пока еще не встречала такого. И слава богу, я надеюсь, у меня будут только положительные и хорошие впечатления. И да, действительно, разница такая. И на рынке в Беларуси только дешево можно что-то купить в сезон. Когда этого продукта очень много, то да, из деревни, например, какой-то, либо с огородов люди продают по стоимости очень дешевой. И ты можешь в этот сезон накупиться очень много. Например, ягоды, либо овощи какие-то в сезон на рынке очень дешево. Да, я ходила на рынок, тоже покупала там ягоды, овощи. Это действительно в сезон очень-очень дешево, чем в супермаркете. В остальное время нет смысла идти только в супермаркете, обычно и покупаешь. Вот. И то, что, да, в Беларуси я сказала про настроение кассиров, то здесь, например, обслуживание кассиров на рынке действительно все улыбаются, с улыбкой, нету никаких-то плохих эмоций, и это очень здорово и классно. Поэтому я всегда здесь за то, что сходить на рынок, купить продуктов. Не там прям очень много овощей, фрукты какие-то свежие. Это всегда нужно для людей. Тем более фрукты и овощи я просто обожаю. Да, действительно, там мясные изделия тоже дешевле на рынке, чем в магазине. Стоимость тоже самая. Там ты отдаешь за 500 грамм в магазине здесь, а на рынке ты купишь на Филиппинах за килограмм. Вот, поэтому это огромная-огромная разница. Кто посмотрел мое видео, пишите, что вам интересно было бы послушать. И пишите комментарии. Всем пока! Bye!